В эфире программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Считанные дни остались до открытия крупнейшего форума на планете. Какой вклад в это событие готова внести Рязанская область? За ними будущее. Талантливые студенты получили губернаторскую стипендию. Чем мы дышим? В городе вновь фиксируют превышение уровня сероуглерода в воздухе. Учимся экономить ресурсы. На улицах Рязани появились урны для раздельного сбора мусора. В Рязани фиксируют превышение уровня сероуглерода в воздухе. Это соединение настолько токсично, что по воздействию на организм его сравнивают с наркотиками. Почему в городе настолько опасный воздух, выяснял Валерий Седов. Формальдегид, сероводород, фенол, диоксид азота, диоксид серы. Все это только часть вредных веществ, которые содержатся в воздухе нашего города. Министерством здравоохранения разработаны и приняты нормы ПДК. Предельно допустимые концентрации вредных веществ, содержащихся в воздухе. За текущий период 2017 года превышение предельно допустимых концентраций были отмечены по взвешенным веществам, по сероводороду, по сероуглероду, фенолу, диоксиду азоту и формальдегиду. По остальным веществам, по оксиду углерода и диоксиду серы, превышение предельно допустимых концентраций зафиксировано не было. Любое вредное вещество, нормы которого превышают предельно допустимую концентрацию, уже оказывают негативное воздействие на организм. Например, формальдегид сильно влияет на иммунную систему, провоцируя развитие десятков заболеваний. Так как у нас, в принципе, перечень веществ, превышающих ПДК, довольно достаточно большой, то есть негативное воздействие человек получает у нас довольно-таки постоянно, можно сказать. Практически каждый день мы регистрируем превышение ПДК по одному или другому веществу. Иногда по комплексу веществ. Специалисты склоняются к тому, что причиной такого загрязнения воздуха служат антропогенные факторы. Это выклопные газоавтомобили, выбросы мусоросжигательных заводов и станций, теплоэлектростанций и котельных. Распространение вредных веществ зависит и от времени года. Формальдегид образуется в атмосфере при интенсивном солнечном свете. Бензопилен наоборот. Он появляется из продуктов неполного горения, то есть зимой, когда работают котельные. За истекший период 2017 года уровень загрязнения атмосферного воздуха классифицировался как повышенный в январе, феврале и апреле. В остальные месяцы текущего года он классифицировался как высокий. В августе как очень высокий. И определялся высоким содержанием, повышенным содержанием сероуглерода в основном в августе формальдегида. Остается надеяться, что в 2017 году, который объявлен Годом экологии, руководство городов и предприятий обратит внимание на такую важную проблему, как загрязненность воздуха. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». На улицах Рязани появились урны для раздельного сбора мусора, пластика, стекла, бумаги и других несортируемых отходов. Они появились на пяти площадках. Новые урны установили в Центральном парке культуры и отдыха, в Нижнем городском саду, в парке Гагарина и в парке железнодорожников. Урны приобретены и установлены в рамках мероприятия, приуроченных Году экологии. В управлении благоустройства отмечают, что в случае активного участия жителей города в сфере раздельного сбора мусора, такие урны будут установлены и на других территориях города. Талантливых студентов сегодня пригласили в торжественный зал приемов регионального правительства для вручения губернаторских стипендий. В этот раз денежное поощрение от губернатора получили более 50 человек. Призанцев фримировали за активное участие в социальных и благотворительных проектах, за работу в детских и молодежных организациях. Для меня эта стипендия действительно очень важна, так как это послужит дальнейшим моим развитием в будущем. Ну, по крайней мере, так все отзываются о ней, потому что она очень печатная. Для меня это, возможно, награда за то, что я старался, я был активен. То есть, какой-нибудь большой акт признания. Спорт, наука, творчество. Достижений, в том числе на всероссийском и международном уровне, у рязанских студентов много. А талантам надо помогать. Уже в течение нескольких лет самые достойные получают губернаторскую стипендию. За плечами этих ребят множество покоренных вершин. Они, по словам главы региона, главные достояния и потенциалы рязанской земли. И педагоги, и родители, и мы все по-настоящему гордимся такими молодыми людьми. Николай Любимов выразил надежду, что молодые люди свяжут свою дальнейшую судьбу с Рязанской областью и смогут в полной мере реализовать себя именно здесь. Не видно и тем более не слышно. Именно так можно охарактеризовать ночных пешеходов. В интернете в шутку называют таких бессмертными. Из-за погодных условий люди все чаще надевают темную одежду. И это зачастую приводит к печальным последствиям. Два часа ночи, Ряжский район. Здесь 10 октября произошло страшное ДТП. 54-летний водитель ехал на грузовом автомобиле Ford Explorer с прицепом из Москвы в сторону Тамбова. Мужчина пренебрег скоростным режимом и погодными условиями, что привело к столкновению с ограждениями моста. Водитель остановился на встречной полосе движения и вышел из автомобиля вместе с пассажиром, чтобы поставить сигнал аварийной остановки. В этот момент 40-летний водитель из Воронежской области, управляя автомобилем Hyundai Accent, не успел вовремя заметить препятствия и совершил столкновение с прицепом стоящего грузовика. От удара прицеп отбросило в сторону вышедших из транспортного средства и находящихся в этот момент на проезжей части двух мужчин. В результате чего 52-летний житель Московской области получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте дорожного происшествия. В момент выхода мужчин на проезжую часть на их одежде не было световозвращающих элементов. Это и привело к таким печальным последствиям. О пользе световозвращающих элементов на одежде не раз говорилось в СМИ. Количество наездов на водителей, вышедших из транспортных средств и находящихся на проезжей части или обочине, заметно выросло. За 6 месяцев 2017 года в России произошло 66 таких дорожно-транспортных происшествий. Это почти на 5% больше аналогичного показателя прошлого года. В большинстве случаев указанные категории участников дорожного движения находились на проезжей части в темной одежде без световозвращающих элементов. Сейчас в МВД России подготовлен новый проект, который дополнит правила дорожного движения новым и важным пунктом. В соответствии с ним водитель транспортного средства обязан при вынужденной остановке транспортного средства или ДТП вне населенных пунктов находиться на проезжей части или обочине в темное время суток, либо в условиях ограниченной видимости в куртке, жилете или жилете-накидке с полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа. Подобное правило уже давно используется во многих европейских странах. В настоящее время проект проходит процедуру общественного обсуждения на едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В Рязанской области закрыли подпольный спиртзавод. Он располагался в городе Новомичуринск. В отношении организаторов сейчас возбуждают уголовное дело. Алкоголь без лицензии и маркировок. В Новомичуринске правоохранительные органы закрыли нелегальный спиртзавод. Он находился на улице Волково. Сотрудники полиции обнаружили около 7,5 тысяч бутылок водки и 1500 литров спиртосодержащей жидкости. Они производились на трех ручных линиях разлива системами водоподготовки и фильтрации. Оборудование, алкогольная продукция, а также стеклотара были изъяты. В настоящее время ведется административное расследование в отношении производителей незаконного алкоголя. Будет возбуждено уголовное дело. Считанные дни остались до открытия крупнейшего форума на планете. Это будет уже третий в истории нашей страны 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. И он пройдет на берегу Черного моря. О том, какой вклад в это событие готова внести Рязанскую область, расскажем далее. Дружба народов, атмосфера свободы и полная открытость. В 1957 году шестой по счету фестиваль впервые проходил в Москве. После окончания Второй мировой войны именно новое поколение должно было сплотить мир и не дать ему разбиться на осколки. Официальный гимн фестиваля. Второй раз он прозвучал в нашей стране уже в 1985 году. Нина Мартишина, тогда еще студентка, с теплотой вспоминает те события. А в фестивале принимал участие как делегат от Рязанской области. Как мы говорим, годы идут вперед, что-то из памяти стирается, а что-то остается таким, как будто это произошло вчера. Если говорить о фестивале молодежи и студентов, то, наверное, это именно такой случай. И короткого интервью не хватит, потому что я могу буквально по часам, по кадрам сказать то, что было за эти дни. Эмблема фестиваля почти не изменилась. Это яркий цветок. В центре земной шар с изображением голубя, символа мира. И уже через несколько дней она вновь появится на улицах российских городов. А центром фестиваля станет Сочи, куда и отправится большая делегация из Рязанской области. Это лучшие представители молодежи. Они прошли конкурсный отбор. Было 5 человек на место и 50 волонтеров. Волонтеры наши уже там. Вчера звонили, присылали фотографии. Они купались. Чем вызвали нашу зависть? Они очень хорошо питаются. Им очень нравится питание на фестивале. И сейчас вообще, наверное, все очень нравится на фестивале. Наша делегация поедет ночью с четверга на пятницу в Сочи. Чем интересен фестиваль? События такого масштаба проходили уже на территории Советского Союза два раза. Это 57-85 года. Это огромное мероприятие. 20 тысяч молодых людей со всего мира. Это возможность обменяться опытом. Но для нас это самая главная возможность показать то, что Россия – это страна возможностей. Показать, что наша молодежь лучшая в мире. То, что от молодежи зависит будущее мира, развитие нашей планеты, развитие наших стран. И это самое главное. И очень приятно, что фестиваль пройдет именно на территории Сочи парка, который, Олимпийского парка, который принимал Олимпийские игры. Это такое значимое место для Российской Федерации. 175 юных, энергичных, умных. И каждый прошел конкурс на отбор. Я являюсь студенткой радиотехнического университета. Учусь по специальности информационная безопасность. Но едный фестиваль как общественник будет на гражданской платформе развития. Еду на фестиваль для новых знакомств, а также узнать, как проходит вообще волонтерская деятельность в различных странах, в различных городах нашей Родины. И также узнать, какие молодежные направления, какая молодежная деятельность есть в различном мире, то есть в различных странах. Открытие 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов пройдет 14 октября. За торжественной церемонией и работой 20 тысяч молодых людей со всей планеты будем следить все вместе. Два рязанских самбиста стали призерами Международного юношеского Кубка Победы. Соревнования прошли в Абхазии. Молодые люди на соревнованиях заняли второе и третье места. С ними встретилась наша съемочная группа. Первый в жизни международный старт закончился для самбиста Артема Суханова местом на пьедестале. Молодой человек стал серебряным призером Международного юношеского турнира Кубок Победы. Соревнования проходили в Абхазии. На них следилось более 400 спортсменов. Против меня в финале вышел очень крепкий соперник. И считаю, что борьба была на равных. А до финала дошел, в принципе, без особых усилий. Артем Суханов занимается самбо с первого класса. Молодой человек тренируется в школе Олимпийского резерва «Родной край». С детства вместе с папой смотрел за выступлениями именитых спортсменов. А сегодня сам выходит бороться. Я, наверное, переживаю больше, чем сын. Он спокойный, а я очень сильно нервничаю. На днях юноша вернулся из Зеленограда и вновь с медалью. Артем занял второе место на открытом турнире по самбо на призы ветерана спецподразделения группы «Альфа Плюснина». Раньше мой короной был бросок спина с колен. Но все растут, все его потихоньку начинают узнавать. И я ищу новые свои броски. Его соперником и верным товарищем стал Михаил Жидяев. Молодые люди дружат и вместе ездят на соревнования. С турнира в Абхазии Михаил привез бронзовую медаль. У всех разная подготовка. Кто-то, например, с Нагорного Карабаха борцы были физически сильнее, чем, например, из России, с Арстовом, также были с Белоруссией. Михаил считает, что самбо развивает не только мышцы, но и силу духа. Он тренируется три часа в день по будням вместе с ребятами, а в выходные продолжает заниматься самостоятельно. На турнире Михаила Жидяева сопровождает папа, его главный болельщик и в то же время критик. Какие-то выводы делаешь для себя, для него, подсказываешь, где ошибки, где правильно, где неправильно. Именно умение подниматься после поражения и идти вперед – главная черта спортсменов. Примером бойцовского характера для ребят стал Али Куржев. Он получил звание заслуженного мастера спорта, выше которого в самбо уже нет. В спортивной школе Олимпийского резерва родной край больше тысячи воспитанников. И каждый из них при желании и упорстве может стать новой спортивной звездой. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рязанский центральный парк культуры и отдыха приведут в порядок. На борьбу с мусором сегодня вышли студенты вузов города. Причем уборка приходила в формате игры. Галина Ершова продолжит. Квест-уборка. В необычном формате на борьбу с мусором вышло более 80 студентов из четырех ведущих вузов Рязани. Помимо мешков для мусора и перчаток, молодые люди получили маршрутные листы и анкеты. Идею подсмотрели в соседних регионах. Для нашего города это новшество. Его опробуют на Центральном парке культуры и отдыха. Это самый крупный и самый, будем говорить, посещаемый, безусловно, парк на территории нашего города. Поэтому оставить его без внимания студентов мы, конечно же, не могли. Это такая завершающая акция крупная в сезоне года экологии, именно по уборке мусора. Студенты убирают самую грязную часть парка. Это поймы реки Лыбите, окрестности Рюминского пруда. Основное внимание уделят пластику, ведь он наиболее опасен для почвы. По ходу движения молодые люди также должны отметить на карте все мусорки и контейнеры. Однако здесь их ждал небольшой сюрприз. Нет, я здесь не встретил мусорок. Нет. Нет? Где? Вообще нет? Ну, по крайней мере, где мы убирались, мусорок нет. Так что нужно, наверное, больше мусорок ставить в парке. Вторым необычным заданием стал опрос людей. Ребята выясняли, как сами жители оценивают состояние парка, дорожного полотна, зон отдыха и многого другого. Всего в анкету включили 15 вопросов. Были и такие, и хорошие ответы, и не очень. Как бы вот мы к кому подходили, получилось так, что 50% говорят, что плохо, не убирают. И парк уже пришел в плохое состояние, а кто-то, наоборот, говорит, что, в принципе, все устраивает. Да, есть некоторые вещи, которые можно улучшить, но, в принципе, довольны. Поэтому 50 на 50, мне не разделились. Администрация города уже задумывалась над реконструкцией парка. Его планируют осовременить и восстановить полуразрушенные строения. Рассматривается возможность организации набережной, каких-то объектов на воде. Но это все будет более конкретизировано в дальнейшем проекте. Пока что это только эскизные проекты, это предложения, это намерения. После квеста собранную информацию организаторы обобщат и передадут в администрацию города. Ее полезность будет напрямую зависеть от качества проведенных исследований. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рязанский гиревик в третий раз стал лучшим на чемпионате России. Иван Кулаков выиграл в дисциплине «Длинный цикл» среди спортсменов легче 85 килограммов. Его результат – 91 повторение. Подробности в нашем сюжете. Рекорд России повторил рязанский гиревик Иван Кулаков. На Кубке страны в Алуште юноша 91 раз поднял в воздух две гири, каждая из которых весит 32 килограмма. Это на четыре раза больше, чем личный рекорд юноши. На выполнение упражнения было отведено ровно 10 минут. Град очень безумный был, конечно, потому что этот результат вообще в моем возрасте никто не доходил. Первый в истории такой молодой спортсмен повторил такой результат. Ну, ощущения были очень радостные, чего хотел с тренером, того и добился, конечно. Иван начал заниматься спортом в 12 лет. Родители привели его в секцию по настольному теннису, а затем на бокс, где отработка ударов сочеталась с подниманием тяжестей. Минимальный вес гири в 16 килограмм он смог одолеть сразу. И влюбился в этот вид спорта. Родители как бы тоже были поначалу против, как бы все равно. Кость только срастается, еще молодой такой. Ну, не знаю, но я родителей не слушал. Убегал на тренировки, да. Тренер как бы меня, давайте, давай. Вот за счет тренера Шматова Грабаревича как бы начал заниматься. И вот родители уже как бы уже сами заинтересовались. Результаты не заставили себя ждать. В 14 лет Иван Кулаков на областных соревнованиях выполнил норматив первого разряда. А в 2016 году получил звание мастера спорта международного класса. Сейчас Ивану всего 19, а гири уже стали неотъемлемой частью его жизни. Перед сборами молодой человек занимается 6 раз в неделю. Он чередует силовые тренировки с бегом. Тренироваться это в первую очередь. Не жалеть себя, не пот, не мозоль свои. В сумме за одну тренировку Иван поднимает гири 150-200 раз. Большой объем помогает юноше чувствовать себя увереннее на соревнованиях. Однако моральная подготовка в этом виде спорта часто имеет решающее значение. На помощь приходят родные и, конечно, тренер. По психологическому давлению, когда соперники рядом стоят, ты там смотришь на них и там они тебя обгоняют или догоняют. И тебе психологически тяжело. Это самое тяжело настроиться. Психологический барьер перешагнуть. В этом году главный старт сезона чемпионат мира еще впереди. Он пройдет в ноябре в Южной Корее. Иван Кулаков будет защищать честь сборной России и надеется поставить новый рекорд. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На этом у меня все. Новости смотрите также на нашем сайте город62.тв. Я прощаюсь с вами до завтра. Желаю хорошего завершения дня. Это случилось. Обвал ипотечных ставок. Квартиры за 5,6% годовых. Только в компании «Зеленый сад». Совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Жилой комплекс «Рассвет» в Дядьково – это пилотный проект фонда Центр поддержки предпринимательства Рязанского муниципального района, реализованный в кратчайшие сроки при поддержке Министерства строительства Рязанской области. Он открывает новый формат продаж на первичном рынке недвижимости Рязани, приобретение готового жилья, сводя риски покупателей к нулю. Сбалансированные планировки одно- и двухкомнатных квартир, Качество и экологичность стройматериалов, высокий уровень строительных и отделочных работ являются неоспоримым конкурентным преимуществом данного проекта. Хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура в сочетании с тишиной и экологичностью загородной жизни работают льготные ипотечные программы ведущих банков. Беспроцентная рассрочка платежа – зачет имеющегося жилья. До конца октября действует акция «Скидка 3000 рублей с квадратного метра на квартиры на пятом этаже». Жилой комплекс «Рассвет» в Дядьково ждет своих новоселов. Приезжайте, выбирайте, покупайте, живите, радуйтесь. Телефон отдела продаж застройщика 997722. Глобал сервис. Деньги под залог и скупка золота, техники, инструмента, велосипедов. Помогаем деньгами быстро и без лишних вопросов. Глобал сервис. 55 90 50. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова